Вот и лето прошло. В Бобруйске день знаний. Тысячи ребят в деловых костюмах с букетами в руках отправляются на школьные линейки. Впереди у них целый учебный год. Для некоторых он последний. Среди них Полина Недвецкая. В мае 2022-го ее ждут экзамены, ЦТ, поступление в университет. Но это через 9 месяцев. А сейчас 11-й школьный год. Планы грандиозные. Снять фильм ко дню учителя, выступить на Олимпиаде, покорить новые вершины. Сделать это время незабываемым. Очень необычно, особенно когда я платье утром одела. Одеваю платье, я понимаю, что 11-й класс уже последний год. И помню, как, допустим, в том году это платье одевали другие старшеклассники, а сейчас в нем я. И такие смешанные какие-то эмоции, что последний год и все, уже самостоятельная жизнь. Не до конца это понимаю. День знаний в 20-й школе всегда большой. праздник. Начинается линейка. Первое слово за директором продолжают малыши. От них литературный подарок. Стихи – это их первый шаг в новой роли. Танцевальный номер в программе – сюрприз от старших товарищей. Книга про Беларусь – приятный бонус. Сегодня, 1 сентября, в День знаний, хочется искренне пожелать родителям терпения, детям, нашим ученикам достижений. Пусть приобретают знания, пускай становятся истинными гражданами своей любимой Беларуси. И, конечно, искренне хочется пожелать детям быть счастливыми. За парты на Лыньково-23 сели больше 900 ребят. Сотни из них – это первоклассники. Первый урок – классный час. С завтрашнего дня начнутся полноценные занятия. Школьный звонок звучит и в третьей гимназии. Ученики, родители, педагоги – праздник один для всех. И все-таки главные герои – первоклассники. У них начинается большой и полный сюрпризов – новый этап в жизни. В гимназии четыре первых класса. Это 105 человек. В руках яркие букеты, шарики, на лице улыбки. У некоторых малышей творческий дебют. Впервые на широкой публике читают стихи и поют песни. Выпускники, в свою очередь, своим младшим коллегам дарят альбомы-карандаши. В этом году вы уже знаете, что вводится так называемая новая должность у нас – руководитель военно-патриотического воспитания. Мы нашли уже человека, который будет заниматься этим. В этом году у нас на первое место выходит духовно-нравственное воспитание, патриотическое воспитание. Но вместе с тем – качество образования. Звонок звенит и всех зовет на урок. Первое сентября – не только праздник, но и новое знакомство. Например, с учительницей. Первое занятие длится 40 минут. Тяжело? Да. Но малыши стойко переносят все трудности. Они серьезно настроены на ближайшие 11 лет. Там, где учатся, учатся читать и писать. Что ты в школе будешь делать? Учиться. А чему будешь учиться? Читать, писать. Как прошло сегодня твое утро? Как вы с мамой собирались в школу? Я с мамой собиралась в школу. Сначала пообедала, потом причесалась, оделась и пошла в школу. День знаний – время сюрпризов. В этот раз – это открытие нового спортивного комплекса. Спасибо за воду тракторных деталей и агрегатов. Ленту перерезают директора гимназии и предприятия. Последний, ко всему прочему, наносит первый удар по воротам. После оставляет автограф на мяча. Стадион – не просто подарок. Это решение проблемы. Раньше уроки проводили на Славянке. Теперь для занятий физкультурой нужно всего лишь выйти из двери школы. К слову, с этого года учреждение образования перешло на двухсменный режим работы. В мае текущего года коллегиально вся команда нашего завода приняла решение сделать подарок. В прошлом году мы сделали подарок к 75-летию. Основание завода реконструировали детский сад 56-й в нашем городе. А в этом году решили сделать подарок нашей гимназии номер 3. В День знаний распахнули свои двери 34 городские школы. Спортивные площадки, учебные кабинеты, педагоги, дети – все и все готовы. 24 тысячи человек. Столько учащихся в Бобруйске в этом году. Ольга Васенда, Карина Гуревич, Павел Зуев, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.